Она очень классная. Фил старался. Ниндзя Теории молодцы. Посмотри какой графон. Ты должен похвалить. Ты играешь в неё на халяву. Она доступна в подписке. Это то самое киносо, которое ты хотел. Ты перебой. Ты должен похвалить её. Хватит! Блядь, вы заебали! И пиздите, и пиздите! Ну ёбаный в рот, мне осталось-то чуть-чуть поиграть. Ну ё-моё, ну заткнитесь! Ну вот реально, пиздите, пиздите! Блядь, даже играть нормально, спокойно не даёте, ну реально. Ну ведь она тебя... Загнись! Распиздились, блядь. Наконец-то мы дождались очередной эксклюзивный проект от Xbox Game Studio под названием Hellblade 2. Исходя из названия ролика, вы понимаете, что проект получился весьма спорный. Неоднозначный, но точно красивый. Тут уж мало кто может поспорить, но сегодня мы об этом поговорим, поэтому перед началом видеоролика, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно пиши своё мнение в комментариях. А начнём мы с того, что наконец-то проект вышел. Для тех, кто не знал, анонсирован он был аж в 19-м году на презентации The Game Awards, и мало кто знал, когда он появится на свет. Ибо анонс был вместе с анонсом Xbox Series X, в первую линейку он не попал, и долгие годы никто не знал дату выхода. Игра есть, что рассказывает нам историю о девушке по имени Сенуа, продолжая историю первой части, только в этот раз наша героиня не пытается помочь себе, а пытается помочь своему народу и всем, кого встретит на своём пути. И начинается всё с того, что она попадает в плен к работорговцу, выбирается с него и решает покончить с тем, что её народ периодически так вот отлавливается. После она узнаёт истинную причину всех этих деяний и решается пойти дальше, чтобы устранить то, с чего всё это и началось. Это если уж совсем вкратце, без спойлеров, но чтобы вы понимали, о чём эта игра. Также, как и в первой части, история дополняется некими голосами в голове, отчего происходящее обретает большой окрас, и поскольку фишку со звуком Нинситиори применила и в этот раз, вам и тут будут шептать на ушко всякие фразочки, чтобы погрузить вас во всю эту атмосферу. Это работает очень хорошо и офигенно ощущается, звук сделан реально обалденно. Отчего всего этого создаётся более глубокое погружение в атмосферу происходящего. Кстати, тут она очень прикольная, поскольку вся концепция игры продолжает нам передавать идеи шизофрении, и смотря и слушая всё, что происходит, атмосфера тебя прям нагнетает, устрашает и больше опять же заставляет проникнуться всей этой идеей. Если вдруг вы будете проходить эту игру, обязательно проходите её в наушниках, потому что если вы будете играть на динамиках ТВ, вы очень многое потеряете, поверьте мне. Ещё, конечно же, хочется отметить графон. Он тут прям нексген, тот самый нексген, который долго ждали обладатели Xbox Series, в том числе и я, ибо подобных игр не выходило давно. И если меня спрашивали, какой нексген я жду, вот этот, Hellblade 2. Не Halo, не Starfield, именно Hellblade. Такой нексген я ждал, я его получил, и на самом деле я очень рад, что такая красивая игра вышла на Xbox. Пейзажи, мелкие детали для локации, сами персонажи выполнены реально красиво и круто, отчего ты просто вот идёшь и офигеваешь. Тебе во многих моментах даже бежать по локациям не хочется, просто хочется рассматривать и не верить, что это игра. И мне кажется, мало кто будет спорить с тем, что игра выглядит просто потрясающе. Понятное дело, что есть определённый фокус, отчего кто-то может сказать, ну вот, вон та вот есть мыло, но играя и смотря на картину, в целом визуал создаёт реальное, живое и натуральное ощущение происходящего, будто это какой-то фильм. Этому ещё, кстати, помогают очень хорошие анимации движений, эмоции и каждый удар, шаг, боль, страдания, всё это главный героиня отражает и акцентируя внимание на персонажах, ты им веришь на 100%. Это просто безусловно одна из самых красивейших игр, в которых я играл за последнее время. И визуал здесь настолько хорош, что для многих игроков он затмевает всё остальное, мол, пацаны, мне ничего больше не надо, я просто хочу ходить и смотреть на такую красоту. Кто-то может, конечно, придраться к производительности, а-ля здесь 30 фпс, не настоящий 4к, но играя это никакой дискомфорт не приносит. Я лично не заметил ни дропов разрешения, ни дропов фпс, хотя на тестах в интернете они есть. И с точки зрения игры, опять же, у меня нету нужды просить 60 фпсов или настоящий 4к, или расстраиваться из-за их отсутствия. Ибо игра при таких показателях не вызывает дискомфорта. На это, конечно, можно акцентировать внимание только при условии, если вы хотите докопаться до тех самых нераскрытых 12 терафлопс и RDNA 2.1. Но, так или иначе, технический план всё равно сделан на очень высоком уровне, отчего у вас от начала до конца игра не имеет ни одной загрузки вообще. Это реально круто. Геймплейная составляющая, увы, многих порадует не так сильно, как всё, о чём я рассказал чуть ранее. Большую часть времени вы будете лишь просто идти и смотреть на локации, изредка с кем-то разговаривая, при этом практически всегда слушая голоса в голове. Всю интерактивную часть можно разделить на три пункта. Ходьба, драки, разгадывание загадок. Если вы вдруг думаете, что вторая часть как-то преисполнилась, то... вы ошибаетесь. Вторая часть практически то же самое, что и первая, но с крутым графоном. У меня сложилось впечатление, что все эти годы Ниндзе Теория занималась лишь одним визуалом, но не геймплеем, поскольку его тут реально очень мало. Из всей интерактивной части вам придётся походить процентов так 70, 20% подраться, кстати, бои тут такие же приятные, как в первой части, но более эффектные, добавили несколько вариаций клёвых сцен с врагами, когда ты там терёшься с одним, подскакиваешь с второй и всё вот в этом духе. Но опять же каких-то кардинальных новшеств, оружий, прикольных новых идей тут просто нет. И процентов 10 вам дадут на разгадывание вообще несложных загадок. Просто найди символы и путём смены реальности доберись либо до шара, либо опять же найди эти символы. Всё, ничего больше, кроме, пожалуй, бега, здесь вы делать больше не будете. Единственное, стоит, конечно, отметить боссов, они тут чутка вносят всё-таки разнообразие, но опять же концепция простая. Добеги, ухвастись или спрячься, чтобы тебе там не смыло. Опять же, красиво, но не особо интерактивно. И тут сразу такой вот спорный момент, поскольку это вторая часть, рассчитывать особо на что-то кардинально новое не стоило. Там, на какую-то прокачку, на какие-то очень интересные механики. И я давным-давно на стримах вам говорил, что вторая часть будет практически то же самое, что и первая часть. Но я лично не думал, что они настолько скопируют всё, что уже придумают ранее. И вообще ничего не добавят, при условии, что теперь у них есть издатель, который может нехило так проспонсировать. Никаких-то механик боя, мини-игр или чего-то такого интерактивного вы здесь не найдёте. Хотя в целом такое можно было добавить, какие-то там воспоминания, флэшбеки о муже, может быть придумать некую помощь своему народу путём развилок, ведущих к ним. То есть рассернуть игру не только с помощью ходьбы и долгих ползаний, но ещё и каких-то других вещей. А-ля, перетащи, там, не знаю, раскопай, передвинь, доберись. Нет, здесь ничего этого нет. Кто-то может сказать, ну это такая игра, здесь это вообще не нужно, это неправда. Многих тех, кто не играл в первую часть, и для тех, кто не понимает, что это за игра, такой игровой процесс он может просто задушить. И он, мне кажется, многих задушил. Ибо игра в такой концепции ничего, кроме визуала, по сути, не предоставляет. Мне вот реально чутка не хватило каких-то отцеплённых побочек, вот прям мини-мини, каких-то мини-интерактивностей, не знаю, с какими-то прикольными движухами. А-ля, ты там кого-то тащишь, кого-то передвигаешь, может быть, кому-то помогаешь, развязываешь. То есть вот этого, ну, практически вообще не было. И добавляя такие элементы, игра 100% стала бы во много раз лучше. Локации просто пустые, за исключением некого внезапного скрытого памятника, дерево, которое даёт вам аудиоподробности, некий такой, знаете, коллекционный предмет, который, опять же, ни на что не влияет, кроме как ачивки. Поэтому, с точки зрения игрового процесса, игра осталась абсолютно на том же уровне, что и первая часть, только ощущается менее душно. За счёт простого уменьшения количества загадок, ибо раньше они были чуть ли не на каждом шагу. Здесь же нужно больше бегать, смотреть, также они ещё и облегчили те самые загадки, и, помимо всего, геймплей разбавили драйвовыми сценами. Ну, с помощью быстрой бега, которого, опять же, не так много. Честно скажу, мне всё это понравилось. Мне реально понравилась игра, там простой геймплей, ты просто смотришь красивую картинку, там, не знаю, тебе рассказывают интересную историю. Очень приятная эффектная боёвка. Офигенная игра актёров. Главное, героиня отыгрывает так, что ты с ней действительно переживаешь всё, что происходит на экране, без всяких «но». И то, как получилась игра, у меня, в принципе, нет удивления, потому что я играл в первую часть, а она абсолютно такая же. И поэтому, возможно, она меня вообще ни капли не задушила. Плюс ещё, знаете, хочу отметить, что в игре очень приятный тип управления. То есть, вот ты ходишь, ты смотришь, и всё это просто красиво и приятно, и вообще никакого дискофорта не вызывает. Но, опять же, мне кажется, вся вот эта магия создаётся из того, что здесь очень красивый визуал. Реально. Ну, графон просто вот отрыв в башке, реально. Я просто вижу в сети немалый хейт в сторону данного проекта, мол, я думал, что это РПГ, я думал, тут будет ЭД, я думал, это аналог Бога Войны, а это, казалось, душная фигня с фокусом на объектах. И это, кстати, одна из проблем, о которой я всегда говорил. Когда вы ждёте ту или иную игру, либо вы просто невнимательно смотрите, что это за игра, не читайте подробностей, либо просто не имейте опыт с первыми частями. И поэтому какая-то долгожданная вами игра окажется немножко другой. И вот Hellblade 2 это просто копия первой части, но с графоном. Поэтому ждать от неё, опять же, какой-то прокачки, какого-то аналога Бога Войны, ну просто нету смысла. Но вот со стороны, если выйти всё-таки с эфорией графона и чутко успокоиться, данный проект назвать игрой реально сложно. И ощущается она как некая технодемка сюжетом. Ибо, опять же, того самого интерактива и именно игрового процесса там реально очень мало. И, честно говоря, меня тут крайне удивляет Билли Боя, особенно те, кто очень хейтили и ненавидели кинцо от Сони, но кому зашёл Hellblade 2? Которым, кстати, кинца, прямолинейности, простоты намного больше, чем геймплея. И что, то, что больше геймплея? В игроках Сони одни прятки, у них второсторное кинцо. Ты Билли Боя, ты должен их гасить. Ты чё, предатель, что ли? Помню, как смеялись над Богом Войны, мол, вот та вот загадки лёгкие, вас ведут там за ручку. Ну тут вам, во-первых, помещают, куда идти белым мелом. И, разгадывая загадки, особенно в символах, вам подсвечивают область, где примерно нужно разглядеть. И при близком ответе, тупо вас присасывают к нему. То есть, Hellblade 2, это, по сути, мега-казуальная игра. Это, кстати, неплохо, это просто как факт. Но тут проблема не особо в этом, больше проблема в том, что, как по мне, проект вышел немного не в то время. Выходя сейчас, им мало кто интересуется. Его не пиарят, он не вызывает ажиотажа. И вряд ли этот проект создаст какое-то дикое инфополе. Хотя, в целом, на мой взгляд, это один из мощных эксклюзивов Xbox в этом году. И выйдя он, например, на старте, это была бы просто прекраснейшая визитная карточка возможностей консоли. Мол, посмотрите, у нас есть такая игра, подобные игры еще будут, покупайте Xbox, оставайтесь вместе с нами. Это был бы просто мощнейший пиар-охоток, от которого бы все просто офигели, увидев такой графон. А получается так, что она выходит спустя 3 года 9-го поколения. Это есть, что уже практически середина. Они не смогли добиться максимальной производительности. Собственная студия для собственной консоли спустя столько лет. Ну, если про технический план говорить. И многих это может очень сильно оттолкнуть или просто не заинтересовать. Но еще, что самое главное обидное из всего этого, игра не заставляет покупать ни консоль, ни саму себя. И поэтому чуть дальше мы опять увидим новость о том, что эксклюзив не оправдал финансовых ожиданий. О чем говорить, если на старте второй части она не смогла даже достичь пика первой. Кто-то пытается, конечно, показать продажи, еще что-то. Но, ребят, посмотрите заинтересованность игроков, например, в Цусиме. И посмотрите опять на Хеллблейд. Опять же, для игроков это вообще пофиг, но для Иксбокса, к сожалению, это опять плохой звоночек, который может сподвигнуть их на оптимизацию будущих ресурсов. Все будет нормально. Фил знает, что делать. Скоро выкупим Steam. Я лично этот проект настоятельно рекомендую тем, кто прошел первую часть и кому она зашла. Потому что от второй вы точно кайфанете. Посоветую тем, у кого есть подписчик и геймпасс, потому что игра там есть, она доступна вам, по сути, на халяву. И почему бы в нее не поиграть? Она реально проходится недолго. И, соответственно, как бы посмотреть, что это за проект, понять, насколько он хорош, ну почему бы и нет. Но вот вспомнить этот проект через года, не знаю, как-то его перепройти или посоветовать кому-то ради нее купить Иксбокс, ну, наверное, я так не сделаю. Поскольку ничего, кроме графики, ну, может быть, для кого-то интересная история, проект просто не предоставит. Вам может понравиться этот проект так же, как и мне, но по факту это очередной провал от Microsoft. Как и с точки зрения продаж проекта, его маркетинга, ну, а также даже реализации франшизы, как очень клевые игры. Правда, меня не покидало чувство, что я играю не в игру, а в технодемку. И если весь игровой процесс ужать, он выйдет минут на 40. Без всяких интересных задумок, которые даже не обсудить толком. Поэтому, на мой взгляд, Hellblade получился классным проектом, но слишком нишевым. Отчего его даже, несмотря на потрясающий визуал, никогда не встать на уровень с громкоговорящими проектами. Да, прикольная идея, классная тема со звуком, эффектная боевка, но все это мы видели в первой части. Практически точь-точь, но только по другим сюжетным соусам. И те, кто называет Spider-Man второе дополнение, там, не знаю, Бог войны дополнением. Скажите мне, пожалуйста, а чем тогда является Hellblade 2? Hellblade 2 это новый опыт, это новое впечатление. It'll be a bird, it'll be a bird, it'll be a bird. А, ну, я в целом понял, да, спасибо. Поэтому, пацаны, если вдруг у вас есть подписка, желание, Xbox, поиграйте в проект, он вас может реально зацепить, потому что он оставил у меня хорошее впечатление. Вот, но оставит ли он у вас такие впечатления, как у меня, это уже большой вопрос. На этом у меня все, большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайк, если видос понравился, пишите свое мнение об этом проекте, если прошли, подписывайтесь на канал, прожимайте колокол и до новых встреч, пока-пока.